Еще в одном микрорайоне Саратова ликвидировали очередность детские сады. В поселке Комсомольске открылось новое дошкольное учреждение на 120 мест. Еще один детский сад распахнул двери и в поселке Солнечный. Подробности в сюжете Екатерина Ковальчук. Детский сад «Лесная сказка» уже распахнул свои двери для 120 ребят. Здесь для малышей предусмотрели все. Музыкальные и физкультурные залы, пищеблок, прачечные и изолированные помещения групп со спальнями. В комнатах и на всей территории учреждения установлены энергосберегающие лампы и камеры видеонаблюдения. Периметр весь контролируете, внутренне и внешне? Полностью, да, полностью. 20 камер, 16 камер на улице. В одном из самых плотно населенных микрорайонов Саратова, поселке Комсомольский, открытие нового детского сада позволило ликвидировать очередность дошкольные образовательные учреждения. Федеральная программа по модернизации дошкольного образования при областном и городском софинансировании дает возможность строить и реконструировать детские сады. Для нас это одно из самых апаритетных направлений развития детства, потому что я всегда говорил и буду говорить о том, что то поколение, то, что мы сегодня вложим, вот такое поколение мы потом в будущем получим, и такое общество у нас будет в дальнейшем, которое будет нашу страну толкать уже дальше на новые рубежи. Мы решаем комплексный вопрос не только решения дошкольных мест, но и рабочие места. Вот представьте, садик сегодня Подсолнух в Ленинском районе, 70 рабочих мест. В заводском районе 40 рабочих мест. Примером возвращения здания в действующую сеть дошкольных учреждений стал детский сад Подсолнух в поселке Солнечный. Раньше здесь располагался дом детского творчества, но ему нашли новое помещение. После проведенного капитального ремонта, помимо групповых помещений, пищеблоков и игровых, нашлось место и для сенсорной комнаты. Здесь дети обучаются развитию моторики и речи. Это стол для рисования песком, воздушно-пузырьковая колонна, тоннель бесконечный, различные у нас пособия для развития мелкой моторики. На строительство и реконструкцию двух детских садов Саратова из регионального и федерального бюджетов было потрачено более 150 миллионов рублей. В рамках муниципальной программы на 2014-2016 годы предусмотрено строительство и реконструкция еще шести детских садов в Саратове. Это позволит не только сократить очередность детских садов на полторы тысячи мест, но и создать дополнительные рабочие места. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.